Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень крупный анализ, выполненный Люси Делакрус. Он включил в себя 55 статей в период с 1998 по 2015 год, суммарно 6011 пациентов. Период наблюдения от 12 месяцев до 121 месяца, то есть более 10 лет. И средний возраст пациентов 54-6. Это анализ онкопластических операций, выполняющихся в Соединенных Штатах Америки. Как вы видите, преимущественно выполняется операция по ВАЙЗу, она занимает основное место. Раундблок стоит на втором месте, торакодорзальная лоску третье место. Ну и прочие операции объединены в единую группу. В этом метаанализе учитывался и конечный эстетический результат, который был получен по итогам лечения. Однако этот эстетический результат оценивался субъективно либо хирургом, либо самим пациентом. Если мы посмотрим на результаты тех исследований, в которых этот результат продемонстрирован, то мы увидим, что в большинстве случаев результат по субъективной оценке пациента и по субъективной оценке хирурга был хорошим либо отличным. Но надо сказать, что анализировать такие данные чрезвычайно сложно, потому что эти исследования разнородны. Опять-таки в них превалировали разные типы хирургического вмешательства. Они не структурированы по количеству проведенной лучевой терапии, получали ее пациенты или нет. Если постараться выделить отдельные варианты техникой, проанализировать степень субъективной удовлетворенности при их реализации, то можно увидеть, что в исследованиях, где использовалась техника Volume Displacement, и все пациенты получали лучевую терапию, потому что лучевую терапию при онкопластических резекциях должны получать все пациенты. Но они не просто получали лучевую терапию в данных исследованиях, а еще имели бустовую дозу на ложе опухоли. Как мы выясним в дальнейшем, это на самом деле фактор, который оказывает влияние на косметический результат. По субъективной оценке пациентов получаются результаты преимущественно отличные. По субъективной оценке врачей получаются отличные, приемлемые, хорошие результаты. Однако какие критерии вот этой отличности, приемлемости, это не очень понятно. В исследованиях, в которых осуществлялась техника Volume Replacement, вообще очень небольшое количество, где известны данные о том, проводилась лучевая терапия, какая была бустовая доза. Однако в тех двух исследованиях, которые мне удалось найти, которые соответствуют этим критериям, степень удовлетворенности, опять-таки, по субъективной оценке, была выше по оценкам пациентов. И надо заметить, что во всех исследованиях, где используется субъективная оценка, пациенты более толерантны к результатам, чем врачи, что достаточно удивительно. Потому что субъективная оценка эстетического результата – это вообще сложный вопрос. Мне нравится, мне не нравится, каково в действительности пациенту. Вот пациентка – это недовольно результатом, а хирургу кажется, что операция прошла успешно, эстетический результат хороший. Еще одним вопросом является, когда осуществлять оценку эстетического результата. Потому что нам всем известны случаи, когда, например, успешно выполненная онкопластическая реэкзекция не приводит к какой бы то ни было деформации и после проведения лучевой терапии. Вот фотография пациентка непосредственно после операции в стационаре, а вот спустя два года после проведенного лечения значимой деформации лучевая терапия не привела. Однако вот пример нашей пациентки, которую мы демонстрировали на прошлой конференции «Белые ночи». Это была онкопластическая операция с замещением дефекта при помощи перемещенного лекоплоскута. Хирургическое вмешательство прошло очень удачно и привело к очень хорошему эстетическому результату через месяц после лучевой терапии при оценке конечного эстетического результата. Однако мы видим, что этот результат оказывается скомпрометирован в значительной степени спустя один год после проведения лучевой терапии. Имеет место девиация сосково-ареолярного комплекса, отек ткани железы. И в целом эстетический результат выглядит намного хуже, чем он выглядел непосредственно после лечения и через месяц. Как объективизировать оценку лечебного эффекта? Этим вопросом задались на самом деле уже очень давно. И вот исследование, проведенное РТС в 2000 году. Это исследование не связано с онкопластической хирургией. Целью была оценка эстетического результата по итогам классического органосохраняющего лечения. Здесь была введена методика, так называемый Breast Retraction Rate Assessment, которая позволяет определить, насколько асимметричным был получен результат. Вот это достаточно простая схема, и получается некое числовое значение в результате соотношения полученной гипотенузы с соотношением расстояния от грудины до сосково-ареолярного комплекса и соска. Надо сказать, что при анализе оказалось, что очень многие факторы оказывают влияние на вот этот эстетический результат, включая подведение бустовой дозы, естественно, объем эксцизии, локализацию опухоли и размер молочной железы. Альтернативным вариантом объективизации является предложенная в Институте Кюри методика. Она простая, это оценка по пятибалльной системе с использованием трех людей. Это медсестра, собственно, сам хирург и посторонний человек, не имеющий отношения к медицине. Вот они выставляют оценку по пятибалльной системе в зависимости от того, как они себе представляют, насколько хороший этот эстетический результат. По ретроспективному анализу 540 последовательных случаев оказалось, что в 97,7% случаев результат хороший через 12 месяцев, и в 90,3% он остается таковым спустя 5 лет от момента наблюдения. Однако, конечно же, такой метод оценки не является в достаточной степени совершенным. И, как уже рассказывал доктор Матрай, отличным способом является компьютеризированная оценка при помощи свободно доступного программного обеспечения BCCT Core. Вот такая программа, которая позволяет разместить вручную определенные точки, по которым в дальнейшем машина будет оценивать симметричность эстетического результата. Это исключает возможность индивидуальной интерпретации и оценки со стороны врача собственной работы. Но главным вопросом, на самом деле, является, а каково пациенту, на самом деле? Ведь наша хирургия должна быть пациента-ориентированной. И хотел бы привести очень интересное исследование, которое Моника Мороу на конференции Сан-Антонио 2018 года назвала самым интересным исследованием в хирургии молочной железы 2018 года. Это было мультицентровое, проспективное, когортное исследование, в которое было включено достаточно большое количество женщин, заполнявших опросник BreastQ. Как уже было сказано, это валидированный, международно признаваемый инструмент для оценки собственных ощущений пациента по итогам лечения. И в этом исследовании внимание было сконцентрировано на четырех аспектах этого опросника. Это удовлетворенность внешним видом молочной железы, психосоциальное благополучие, физическое благополучие, удовлетворенность интимной жизнью. В итоге были собраны данные 560 пациенток. Они в основном это были белые замужние женщины удовлетворительного финансового положения и преимущественно имеющие высшее образование. Ну вот теперь очень важным моментом, на мой взгляд, является то, какие группы пациентов были включены в это исследование. То есть были пациентки, подвергившиеся какой-то органосохраняющей операции, причем мы не знаем, какой органосохраняющей операции, онкопластической или просто органосохраняющей операции. Односторонняя мастектомия и билатеральная мастектомия. Но это преимущественно американская история. При этом 11% пациентов не получили никакой реконструктивной пластической операции. Теперь мы анализируем результаты. В этом исследовании оказалось, что женщины, подвергшиеся органосохраняющей операции, гораздо больше удовлетворены и внешним видом молочной железы, и удовлетворены физическими свойствами молочной железы. Также они в большей степени имеют более высокое психосоциальное благополучие, и благополучие в интимной сфере. То есть получается, что органосохраняющее лечение, какое бы ни было онкопластическая или обычная органосохраняющая операция, априори обладает преимуществами в глазах пациентов перед удалением ткани молочной железы. К сожалению, как говорят наши зарубежные коллеги, смущающим фактором является вот эта группа пациентов, которые были зачем-то включены в эти исследования, которые не подверглись никакой реконструкции. Ну, вывод из этого сделать всего достаточно сложно. Поэтому наши коллеги в Венгрии провели очень интересное исследование, которое я бы хотел детально разобрать. Вот бывает, что сложно сочетать некоторые вещи, очень хочется, но не всем это удается. А вот как раз-таки команде доктора Матрая удалось сочетать все методики оценки эстетического результата. Эта статья была опубликована в европейском журнале хирургической онкологии. Как раз-таки команда доктора Матрая использовала все имеющиеся методики оценки эстетического результата, включая опросник BreastQ, который заполняли пациентки, включая методику компьютеризированной оценки BCCT Core, включая измерение соотношения объемов опухолевого образования и молочной железы. И в итоге, сопоставив все эти данные, ими были выявлены пороговые значения объема, при которых оказывается удаляемых тканей, при которых на результат оказывается существенное негативное влияние. То есть было установлено пороговое значение процента объема при локализации, например, опухоли в верхнем наружном квадранте, при котором наступает негативное влияние на эмоциональное состояние пациентки, на социальную жизнь согласно результатам опросников, на восприятие собственного тела согласно результатам опросников, на субъективный эстетический и функциональный результат и на объективный эстетический результат. Объективный эстетический результат, как я уже сказал, оценивался при помощи системы BCCT Core и при помощи системы независимой оценки хирургами, не участвовавшими в данном хирургическом лечении, как делалось это во французской клинике Института Кюри. В результате такой алгоритм с определением процента объема эксцизии, доступного для того, чтобы получить хороший эстетический результат, был определен для каждого квадранта молочной железы. На основе этого был сформирован алгоритм нашими коллегами из Венгрии. Применяемый ими в клинической практике, который позволяет выбрать оптимальную технику хирургического вмешательства для получения хорошего или отличного эстетического результата. Наиболее чувствительной областью к потере объема является область верхнего внутреннего квадранта. То есть если мы попадаем в объем эксцизии в пределах меньше этого измерения, то мы можем использовать обычное органосохраняющее лечение. Если объем эксцизии находится в диапазонах вот этого предела, то целесообразнее применять онкопластическую резекцию. Если объем удаляемых тканей будет существенно превышать этот объем, то тогда нашим оружием выбора становится выполнение тотальной мастектомии с применением реконструктивно-пластических техник, разумеется. Данная статья, на мой взгляд, является очень хорошим примером того, какого высокого уровня научные исследования могут проводить наши коллеги, живущие непосредственно в близости с нами. И я думаю, что нам нужно с них брать пример в этом вопросе, тоже заниматься аналогичными исследовательскими проектами, поддерживать их работу в этой области, инициировать собственные исследовательские проекты, которые поддержат наши коллеги из Восточной Европы. Ну и, как я уже сказал, работать всем вместе на благо наших пациентов для получения хороших и идеальных эстетических результатов в нашей хирургии. Большое спасибо за ваше внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Игорь Александрович. Прошу вопрос по последнему слайду. Как я понял, если в верхне-внутреннем квадранте удаляется больше 9% ткани молочной железы, то в данном случае оптимально считается мастектомия с одномоментной реконструкцией или со сроченной реконструкцией. А не оценивались ли, наверное, больше к Матараю Золтану вопрос, не оценивались ли в данном исследовании возможности липосакции и липофилинга для возмещения объема? Потому что, в принципе, может быть убрать больше, но впоследствии компенсировать липофилингом. Да, мне хотелось бы сказать, что тут, наверное, какое-то недопонимание возникло, если есть опухоль во внутреннем квадранте и необходимо провести экстезию более 10% паренхема от общего объема паренхема, то необходимо использовать не только мастектомию, а онкопластические техники и мастектомию. И данный объем для внешних квадрантов составляет 20%. И вот эти соотношения были рассчитаны для того, чтобы дать какие-то объективные критерии для принятия решения хирургам, занимающимся мамопластикой. Эти показатели отчасти субъективны в том смысле, что они все находятся у нас в голове, они все находятся у нас в сознании. В нашей практике мы не можем сказать, что нет необходимости использовать МРТ в таких случаях. Необходимо располагать какой-то формулой при осуществлении, при выполнении экстезии. Да, то есть мы должны понимать, что радиус сферы, которая подвергается экстезии, несколько больше. В этом случае, если вы применяете формулу для расчета объема сферы при сферической экстезии, это соотношение является приемлемым или неприемлемым. И, однако, формула, основанная на квадрантах, является гораздо более чувствительной к индивидуальным особенностям пациентки, к индивидуальным особенностям каждого конкретного случая. С моей точки зрения, онкопластика представляет собой довольно большую сферу хирургии. И сама фраза онкопластика связана с такими понятиями, как радикальность, и с другой стороны с таким понятием, как эстетичность, косметичность результатов. Таким образом, мы говорим о таком явлении, как онкоэстетическая хирургия. Таким образом, с моей точки зрения, мы, конечно, должны стремиться к органосбережению. И, разумеется, вы можете свободно выбирать в своем инвентаре, в своем арсенале необходимые методы. Применяете ли вы импланты, применяете ли вы метод лоскута. Но для того, чтобы найти правильного пациента, как мне кажется, находить пациента по технику, подбирать пациента по технику – это не очень правильный подход. Двигаться надо ровно в обратном направлении. Применяем. 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 Продолжение следует...